Андрей, рад приветствовать. Подскажи, пожалуйста, что нового у нас по спиннингам? Ну, мы с ребятами из МИД и с брендом Zetrix сделали две новые линейки. Это прям самый сильный значок, самые последние технологии. Это Zetrix Headway. Вот, Headway, это означает движение вперед, развитие, прогресс. Очень крутые палки, очень чувствительные, соразмерно своей стоимости. Насначение? Есть джиговые варианты, есть для ловли пелагики, есть многоцелевики, то есть много разных, очень широкая линейка. Максимальный тест? Есть мультовые для ловли пелагики до 120 грамм, например. До 120 граммов. Есть до 17, есть до 120, то есть очень широкая линейка. В сравнении с Hellhound разные палки, разные стройки? Абсолютно разные. Hellhound больше заточен на силовое форсированное вываживание, он с очень большим запасом мощности. Headway ближе к своему тесту. То есть он такой более изысканный, более деликатный, более изящный, скажем так. Если Hellhound можно было как-то перегружать? Hellhound терпит перегрузку примерно 10%. То есть здесь так шалики стоят? Можно, но я бы все-таки советовал аккуратнее и чуть меньше в процентном соотношении. Я держал в голове, как и Саспрома, когда работали с граффит лидером, что перегрузка 10%, но здесь все-таки мы сделали меньше. В каких-то палках 5%. Короче, лучше я бы советовал не перегружать. Советовал разработчика. Так, что еще? Да нет, я не разработчик, я там, ну, мы там техзадания пишем, то есть это не разработка, это техзадания. Ну и, очевидно, тестирование. Ну, тестирование, конечно, да. То есть почему еще много времени тратится на каждую серию? Потому что пишешь техзадания, говоришь, там, тут пожестче, тут помягче, кончик помягче. Тебе присылают образцы, ты такой, так, не то. Надо переделывать, там, переделали раз, два, на некоторых палках попали со второго, с третьего раза, на некоторых палках не попали вообще и сняли с производства. Ну, то есть она никогда не пойдет в серию, никогда не будет у нее в продаж. Поэтому примерно, чтобы сделать одну линейку, это от двух лет уходит. И топовая, топовая линейка от Zetrix, это тоже, ну, совместный вариант вместе с ребятами из МИДы, вместе с Zetrix, называется Orsonero. По миру самые крутые технологии, самые дорогие материалы, которые только есть, например, которые используют RS, ну, вот тот же Evox, да, это и дорогущий графит M40X, это T1100G, и технология, которая называется Nanoloy. Все эти технологии, все эти графиты есть в Orsonero. Что дает? При максимальном тесте минимальная масса, лучшая чувствительность? Максимальная чувствительность, ну, то есть выше, чем M40X, чувствительность не может не дать ни один графит. Т1100G, это в основном выносливость, это ресурс, а чувствительность это M40X. Кому стоит переплачивать? Всем нужно, не всем нужно? Да нет, цена 50+, да, я понимаю, или нет? Нет, нет, цена, ну, сложно сказать, но примерно около 40. То есть если у RS, ну, нужно понимать, что RS это внутреннее японское производство. Zetrix производится, безусловно, не в Японии, иначе цена бы 40 тысяч не была. Вот, но тем не менее, Evox при этом стоит 75-80, это мы пока планируем 40, при схожих технологиях и материалах. Evox порядок цен у Headway, пардон. Headway 16-18. Хорошо, спасибо большое.